Друзья, привет! С вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу о своем мнении о всей E3 и в том числе о конференции Xbox на данном мероприятии. Сразу скажу, что я смотрел лишь де-трансляции Xbox и Square Enix. Первую трансляцию, а именно трансляцию Xbox, я смотрел исключительно из-за симпатии к самой консоль. Плюс это все стрим. Ребят, большое спасибо всем, кто пришел. Это было реально здорово, реально круто. Такие стримы нужно устраивать почаще. Вторую же презентацию, а именно презентацию Square Enix, я смотрел исключительно ради игры про Мстителей. Остальные же презентации я пропустил, проспал и тупо потом с утра просто прочекал новости. Начнем с презентации Xbox. Честно сказать, презентация мне больше понравилась, нежели не понравилась. Поскольку если сравнить эту презентацию с другими презентациями, которые были на E3 2019, то это получилась одна из лучших презентаций 2019 года. Было много сюрпризов, было много проектов. И самое главное, всего было много и почти без лишней болтовни. То есть трейлеры игры выходили практически без перерыва, просто друг за другом. Если вспомнить абсолютно все, что нам показали на шоу, то выйдет большой список проектов. И эти проекты вышли действительно интересными, реально годными. А не как там в 2016 или в 2017 году нам показали море игр, инди-игр и в принципе все. Да, на презентации было много японских, инди-игр, но лично из них мне понравилась лишь одна. Это проект 12 минут. Он меня реально заинтересовал и мне хочется узнать в чем его смысл. Из чуть более крупных проектов мне понравился Battle Tots. Да, я знаю, что он многим не понравился из-за стилистики, поскольку он больше похож стал на что-то мультяшное и рисовка похожа на новых черепашек-ниндзя. Стилистику я воспринял нормально, но мне больше интересует дата выхода этого проекта, поскольку после показа трейлера даты все еще не было. Очень понравилось то, что в Battle Tots нас ждет кооператив на трех человек. Это прикольно. Я лично не фанат жаб, но я хотел бы поиграть в эту игру, поскольку я думаю, что она по сложности будет как Cuphead. Единственное в этом проекте меня смутила графика одного из уровней. Знаете, графика в этом моменте почему-то похожа на графику уровня Dreamcast. Если у вас все мультяшно, ну сделайте вы все мультяшно. Но, блин, это лично мое мнение, как бы к этому я придрался. Мне это действительно не понравилось. А остальное более-менее. Из крупных проектов мне понравился, естественно, Cyberpunk 2077. Конечно же, Gears of War 5. А игра по типу Outlast, я не помню, как она называлась. Но она очень похожа на нее. И немного понравился проект с забивом 4х4 от Ninja Theory. Остальные же проекты, в том числе и Halo, мне как-то понравились не так сильно. Ну, как-то не зацепили. Либо мне просто проект не понравился, либо я не понял, что показали в трейлере, и мне фиолетово какой игра выйдет. Если говорить о презентации в целом, мне лично не хватило показа именно геймплейных моментов в играх. Ибо я люблю смотреть на то, что будет по факту, что будет реально в игре. На их графику, на их движок, я не знаю, на их анимацию, на их какие-то интересные моменты. Просто трейлерами я сып был прям по горло. Просто в них можно показать абсолютно все, но по факту может быть иначе. Поэтому от отсутствия геймплейных моментов в играх, осадочек от презентации у меня все-таки остался. И знаете, вот, например, тот же Gears of War 5. Там показали два кинематографичных трейлера. Один про сюжетку, другой показали про новый режим побег. И прикол в том, что в трейлере про режим показали его невероятно круто, невероятно динамично. Режим действительно вызвал интерес, исходя из трейлера. Но после E3, а именно, по-моему, на Xbox Insight, выложили геймплей данного режима. И знаете, он показался не таким интересным, как это было показано в трейлере. Когда показывают трейлер на движке игры, это еще ладно. Но когда показывают просто рендер, то это такой себе. Ты не понимаешь, какой будет игра в итоге. Вот тот же Halo Infinite. А зная тенденцию последних лет, то сначала нам показывают одно, а потом выходит совершенно другое. Что касаемо функций сюрпризов, мне на этой презентации абсолютно всего хватило. С метро в пассе я вообще офигел. Поскольку игруха весьма новая, и она уже в пассе. По-любому, кто купил ее на старте или купил недавно по скидке, сделали так. Блядь, зачем я ее купил? Ну потому что, согласитесь, как бы пасс покупать намного выгоднее, нежели покупать саму игру. В любом случае, сюрприз удался, и подписчики Xbox Game Pass, мне кажется, были реально в восторге. Также мне хватило даже информации о самой консоли, поскольку я не ждал чего-то подробного. Я знал, что так будет, и в целом остался доволен. Что могу сказать насчет нового элитного контроллера? Он действительно получился каким-то крутым, навороченным, и у меня реально появилось желание его купить. Но исходя из того, что было с первой версии элитного контроллера, то за 180 баксов второй версии я очень подумаю. Поскольку первая версия элитного геймпада офигеть как ломалась. Да, я знаю, что у майков офигенная поддержка, в случае чего они тебе заметят геймпад. Но, чуваки, геймпад за такую цену, как по мне, он ломаться вообще не должен. Особенно так, как ломался первая версия. У него то прослойка славилась, то бампер вылетал, ну так быть не должно с таким геймпадом. Как по мне, это ненормально, и за такую цену я очень подумаю, брать ли этот геймпад. Да, мне хочется, но мне кажется, это будет неразумно. Блин, он так круто выглядит, ну прям нереально. Многим же презентация не понравилась, и я понимаю почему. Ответ очень прост, это из завышенных ожиданий. Опыт с 2016 и с 2017 года показывает, что каких-то невероятно крутых проектов и чего-то просто безумного ждать не стоит. В те годы, как и вы, в этом я ждал каких-то нереально бомбовых проектов, чего-то прям нереально космического. Я собирал все слухи и хотел это увидеть на презентации. По факту я получал лишь инди-проекты и немножко эксклюзив, которые мне нахрен не нужны. Поэтому в те годы я был немножко расстроен. В этот раз же я смотрел прям по факту. Ну типа, мне пофиг что покажут, вот что покажут, то покажут. Поэтому в принципе от презентации я остался доволен. Поэтому даже на следующий E3 не думайте, что он за 2 часа покажет что-то нереальное, от чего вы просто басытесь. Смотрите по факту и тогда все будет нормально. Что касаемо других презентаций, я их не смотрел и на самом деле не пожалел, поскольку мне показалось, что другие презентации были довольно-таки слабые по громким анонсам. Вообще в целом о E3 2019 я могу сказать, что она была не одна из лучших. Поскольку много проектов, которые меня реально заинтересовали, были не на E3, а были анонсированы до E3. А именно такие проекты как Колда и новые FIFA. Да, я не заядлый FIFA, я перестал покупать FIFA с 2017 года. Но в этот раз электроники анонсировали, что FIFA 20 будет режим под названием, по-моему, Вольта Футбол или Вольта Фифа как-то так. Суть в том, что это якобы режим FIFA Street, а от FIFA Street я очень тащусь, поэтому буду вынужден купить FIFA в этом году. А Nintendo могу сказать, что это отдельная аудитория, вообще отдельное сообщество, у которых совершенно другие вкусы, чем у меня. Поэтому могу сказать, что их конференция была по-своему интересна. Но для меня их презентация прошла мимо, поскольку их проекты мне не симпатичны. Также хотел бы выделить Ubisoft, а именно смотри собака Легион и Just Dance. Я не знаю почему, но Just Dance меня реально уговаривает купить Kinect второй раз. Вот прям реально хочется поиграть в Just Dance. Насчет Square Enix. Всю презентацию показывали далеко не последние фантазии, какие-то переиздания, игры на Switch, и мне просто хотелось выключить и лечь дальше спать. Так как то, что они показали, у меня не возникало интереса. Я ждал тупо игру Промстителей, поскольку ее обещали показать. И ее показали. По информации, игруха будет реально прикольная. Таких красивых, а главное, кооперативных игр я не помню. Единственное, что мне в ней не понравилось, так это лица персонажей. Я рассчитывал почему-то больше получить именно лица актеров, нежели тех, которых они нарисовали. Поскольку их рисовка отдает почему-то какую-то японщину. Я вот не знаю почему мне так кажется, но мне так показалось. Игру я предзакажу как только она появится. Это прям без проблем. Но единственное, у меня есть опасения. Геймплейных моментов в триллере я увидел не так много. И поэтому я немножко не понимаю, какая игра будет по факту. Я очень надеюсь, что она будет не хуже Спайдермена на PS4. Кстати, кому интересна эта игра, подписывайтесь на канал. По ней будут и стримы, и сфотки. Прям по-любому очень жду эту игру. Ну, в общем, как-то так. На этом у меня все. Не забывай поддерживать канал лайками, подписками. А также не забывай писать свое мнение о данной презентации. Что вам понравилось, что не понравилось. Какая презентация для вас получилась лучше других. Большое спасибо за просмотр, ребят. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok